В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Посыпай. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Уберите мусор! Очередное обращение в городской дозор. Круглая дата. Саровчане готовятся к празднованию 100-летия Комсомола. Почетная миссия. Саровчанка попала в ряды факелоносцев зимней универсиады. Далее расскажем обо всем подробнее. Многие страны мира уже давно практикуют метод раздельного выбрасывания мусора. Так его гораздо проще утилизировать. Но в России подобной технологии мало где практикуются. И жители нашей страны незадумывая складируют свои пакеты с бытовым мусором в так называемых бункерах. Чем они отличаются от обычных контейнеров и чем может обернуться неправильное использование подобных бункеров? Расскажем в следующем репортаже. Несколько лет назад жильцы домов номер 8 и 10 по улице Московской попросили управляющую компанию поставить в их дворе бункер для крупного мусора. Чтобы было удобнее и быстрее избавиться от сломанной мебели и техники и не захламлять территорию подъездов. В этом дворе позволяла площадь вроде бы далеко от окон. И он стоял по требованию жителей. Жителям он был необходим, потому что очень хорошо собирался крупногабаритный мусор. С появлением бункера у подъездов многоэтажек стало значительно чище, так как весь крупный мусор жильцы исправно складировали в контейнер. Но со временем в нем все чаще стали появляться пакеты с остатками пищи. Вороны и галки начали прилетать стаями и разносить мусор по всему двору. На запах разлагающихся на жаре отходов пожаловали совсем нежелательные гости. Крыса у нас, крыса в пятиэтажном доме. У нас и женщина живет, она работает в СССР, она тоже звонила, чтобы крыс поморили. Открывается лифт, сидит крыса. Радостно улыбается, мол. Радеющие за чистоту своего двора жители обратились в управляющую компанию с просьбой убрать бункер, в надежде, что после этого в дворе будет порядок. Бункер убрали, но радость оказалась недолгой. На следующий день на его месте выросла гора из пакетов с мусором. А это больше всего началось, когда открылись маленькие магазинчики внизу, дома 8. У них нет ни одного магазина, нет этого контейнера своего. Все здесь в общий. Мусорную свалку оперативно убрали, но нет никакой гарантии, что в ближайшее время она не появится здесь снова. Специалисты управляющей компании отметили, что за последние годы они убрали больше половины бункеров для крупного габарита. И причина одна. В эти контейнеры жители города стали выбрасывать бытовой мусор, в том числе и пищевые отходы. А это уже нарушение санитарных норм. Теперь, чтобы избавиться от громоздкого мусора, нужно будет позвонить по телефону 9 44 30 и согласовать дату и время вывоза мусора. Осень – время года, когда все дачники начинают приводить свои участки в порядок, а в частности сжигать накопившиеся за лето мусор и траву. Зачастую такие уборки оборачиваются трагедией. За 2018 год на территории садоводческих товарищей нашего города уже произошло 11 пожаров. В связи с этим пожарные в очередной раз напоминают о правилах поведения на даче и административной ответственности за сжигание костров в лесных массивах. 80-летняя пенсионерка перепутала садовые участки, зашла на чужую территорию и решила навести там порядок. Начала собирать мусор и жечь его. Пламя перекинулось на дом, и тот сгорел дотла. Неосторожное обращение с огнем – наиболее частая причина пожаров на садовых участках и в лесных массивах. И чтобы избежать трагедии у себя на огороде или даче, необходимо соблюдать ряд простых правил. Самые главные правила, наверное, это в первую очередь перед началом пожароопасного периода, либо сейчас, кто это еще не сделал, очистить его от горючих отходов, то есть от сухой какой-то растительности, складирование горючих предметов, чтобы не было на участке. Обязательно наличие бочки с водой, либо огнетушителя в дачном домике. Сегодня на территории Сарова продолжает действовать особый противопожарный режим, а это значит, что запрещено разжигание костров, приготовление пищи на углях и даже просто посещение леса. Но всегда находятся те, кто нарушает запрет и становится виновниками лесного пожара. Чтобы огонь не дошел до вашего садового участка, необходимо позаботиться об этом заранее. Все участки, граничные с лесными массивами, необходимо очищать на расстоянии 10 метров от забора этого участка, либо от забора этой организации, внутрь леса, от сухих листьев, сухой растительности, от валежника. Это делается либо путем грабления данной территории, также можно делать имперализованные полосы, опашку. В случае какого-то небольшого загорания, например, со стороны леса, данные профилактические мероприятия могут предотвратить распространение на деревянный забор или на строение какое-то. Особое внимание следует уделить и детям. Их баловство со спичками или поджиганием травы может привести к необратимым последствиям. Нарушителей противопожарного режима ждет административная ответственность. Штраф составит у 2 до 4 тысяч рублей. А вот соблюдение правил может сохранить чужое имущество или даже чью-то жизнь. Саровчан приглашают на творческую встречу. В этом году жителей нашего города в рамках проекта «Территория культуры Росатома» ждет знакомство с известными петербургскими авторами. Членом Союза писателей Натальей Гранцевой и литературным критиком Александром Мелеховым. Творческие вечера пройдут 18 и 19 октября в библиотеке имени Маяковского. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Начался прием документов от граждан, которые хотят стать спасателями. Об этом сообщает в управлении по делам ГОИЧС. Приоритет отдается мужчинам в хорошей физической форме, прошедшим службу в армии и имеющим водительские права. В случае приема на работу они могут рассчитывать на заработную плату в размере от 20 до 30 тысяч рублей. Более подробную информацию можно получить по телефону 97767. Документы принимают до 1 октября. В региональном управлении Следственного комитета опровергли информацию о массовом исчезновении детей в Нижегородской области, которая на минувших выходных появилась в некоторых СМИ и соцсетях. По словам правоохранителей, в настоящее время продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по факту безвестного исчезновения 13-летней Марии Лошкаревой и 9-летней Марии Люлиной. Следователи совместно с оперативными сотрудниками полиции ведут активный поиск девочек. Начиная с этого месяца в Сырове возобновили работу курса компьютерной грамотности для пожилых людей под названием «С компьютером на ты». Специалисты библиотек объяснят горожанам, что такое скайп, как самостоятельно зарегистрироваться на сайте госуслуг, пользоваться электронной почтой. Занятия проходят в Молодежном библиотечно-информационном центре и библиотеке имени Маяковского. 29 октября исполнится 100 лет со дня образования Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. Школы комсомола прошли свыше 200 миллионов юношей и девушек. Ими был накоплен большой опыт во многих сферах жизни страны. Сегодня по всей России идет подготовка к юбилею в ЛКСМ. Вопросы проведения праздничных мероприятий в нашем городе обсудили на оргкомитете в городской администрации. В честь юбилея комсомола 26 октября в нашем городе пройдет большое отраслевое мероприятие с участием делегаций из других городов и приглашенных артистов. Предположительное место проведения – драматический театр. А 29 октября саровчане отметят день рождения комсомола большим праздничным концертом в Доме молодежи, все участники которого получат юбилейные орденские знаки. По содержательной части мы договорились, что это будет исторический блок, значит, это будет блок современности, и дальше это будет блок комсомольские песни. Мы его так в прошлый раз назвали в формате караоке. Но и для тех, кто будет самый стойкий, предполагается завершение танцевальная программа. А в начале октября в городском музее откроется выставка, посвященная столетию ВЛКСМ. Целевая аудитория – ученики школ города. Экспозиция расскажет подрастающему поколению об истории развития комсомола в нашем городе и познакомит школьников с ветеранами советского молодежного движения. Первый этаж – выставочный зал основного здания музея. Ну, как всегда, то есть наше традиционное место, где мы проводим. 2 октября она открывается и будет работать еще за пределами столетнего юбилея. Накануне городских торжеств по случаю юбилея ВЛКСМ делегация из 15 саровчан отправится в Нижний Новгород на областной праздничный съезд ветеранов комсомольского движения. Трое представителей нашего города будут награждены знаками регионального комитета. 12 сентября православный мир отмечает День святого благоверного князя Александра Невского. Его роль в истории российского государства трудно переоценить. И чтобы в очередной раз напомнить молодому поколению, что в нашей стране есть чем гордиться и на кого равняться, во многих городах уже не первый год проводится проект «Александр Невский. Слава, Дух и Имя России». В нашем городе началась подготовка к проекту «Александр Невский. Слава, Дух и Имя России». В прошлом году в нем приняли участие 17 регионов страны. Всего было отправлено около 1700 работ. Из них более 700 – от жителей нашего города. Уже сегодня саровчане вновь готовятся к этому проекту. Первая задача – привлечь к нему молодое поколение. Это межрегиональный молодежный проект. И как раз в Сарове он проводится уже третий год. И неспростаим на сегодня, 12 сентября, мы проводим информационно-простительскую кампанию. Будет достоин памяти великих предков. Один из основных плюсов проекта в том, что участвовать в нем можно через группу в социальной сети ВКонтакте, столь популярную среди молодежи. В специальную группу авторы могут выкладывать свои творческие работы. Стихи, видеоролики, рисунки, эссе. Список номинаций достаточно большой. И несмотря на то, что конкурс назван именем Великого Князя, героем вашей работы может стать любая другая историческая личность. И даже ваши родители, учителя, друзья, на которых вы равняетесь. Основная задача – это в дни памяти Александра Невского напомнить о том, что в нашей стране есть достойные люди, достойные предки, которым надо следовать их примеру и делать что-то достойное в этой жизни. В рамках информационной кампании представители Молодежного общественного совета при главе города рассказали саровским студентам о проекте и провели небольшую викторину, посвященную жизни Великого Князя. Тем, кто первым правильно отвечал на вопрос, вручали Александра Невские ленты. Стать участником городского этапа проекта «Александр Невский» «Слава, дух и имя России» может каждый желающий. Для этого необходимо всего лишь разместить свою творческую работу в группе ВКонтакте. Саровчане приняли участие во всероссийской акции «Дети вместо цветов». Деньги, которые можно было потратить на покупку пышных букетов для учителей ко дню знаний, родители и ученики трех начальных классов направили на помощь нуждающимся детям. Вырученные средства пошли на констовары и школьные принадлежности, и первые адресаты уже получили свои подарки. Первыми в рамках акции «Дети вместо цветов» подарки получили воспитанники Теплого дома. Благодаря неравнодушным горожанам в новом учебном году у ребят будут наборы констоваров, пеналы, тетради и даже книги, которые станут частью общей библиотеки. А дарить будем самому Теплому дому, чтобы у каждого из вас был шанс почитать эту книгу. Вручаем для библиотеки очередную книгу. В этом году активное участие в акции приняли и те, чьи подопечные зачастую сами нуждаются в помощи. Добровольцы из организации по работе с безнадзорными животными «Подари жизнь», а также многие саровские предприниматели и, конечно, школьники города. «Одиннадцатая школа, три класса, второй А, четвертый Б, пятый А, который в прошлом году участвовал, тринадцатая школа, это у нас третий А класс, второй год подряд участвует в этой акции и гимназия номер два». Приезд организаторов акции «Дети вместо цветов» стал для воспитанников Теплого дома настоящим праздником. Ребята помогали открывать коробки и с удовольствием разглядывали свои новые констовары. Детский смех и возгласы ребят не утихали долго. «Дети, конечно, любят гостей, рады, всегда ждут. Ольга Николаевна у нас постоянный гость, мы уже говорим, что приехала Флотская. Многие дети уже знают, кто это, что будут подарки, вкусняшки, как всегда, канцелярские школьные принадлежности. Рады, лишнее внимания, детям не хватает внимания». В конце встречи Ольга Флотская пообещала ребятам, что в следующий раз приедет к ним уже с новыми гостями. И даже, возможно, вновь привезет четвероногих друзей. А уже в ближайшие дни новые канцелярские товары и тетради получат воспитанники Темниковского дома-интерната и круглосуточного детского сада. В марте следующего года в России впервые пройдет зимняя универсиада. Это всемирные студенческо-молодежные спортивные соревнования. И как на Олимпийских играх, начнутся они со стафеты огня. За 164 дня факелоносцы пронесут огонь универсиады по улицам и площадям 30 городов России. Честь нести факел удостоилась и саровчанка Елена Севцова. Подробности далее. Чтобы попасть в ряды факелоносцев, Елене Севцовой предстояло пройти сложный отбор. Среди тех, кто подал заявки на участие – олимпийские чемпионы, известные футбольные бомбардиры, участники российских сборных. Но стать одним из тех, кто пронесет огонь универсиады, могли не только спортсмены, но и те, кто добился немалых успехов в научной, творческой или общественной деятельности. Елена – волонтер с многолетним стажем, тоже смогла найти подходящее ей направление. Я посмотрела, что для этого нужно, то есть там получалось, что по нескольким направлениям можно было подать. И поняла, что общественная волонтерская деятельность – это как раз моё направление, в котором, в принципе, достаточно сильна. Необходимо было рассказать вообще о своих достижениях, чего ты добился в данном направлении и написать небольшое эссе. Войти в ряды факелоносцев этого мирового события было давней мечтой Елены, которой она шла более пяти лет. В 2013 году девушка приняла участие в летней универсиаде в Казани. В качестве волонтера именно тогда она и поставила себе цель принять участие в зимней Олимпиаде. Если у меня, как у волонтера, настолько кипит эмоциональная водоплёка, думаю, а что же будет, если я с этим факелом-то вообще пробегу. И, наверное, как раз-таки с первой моей эстафеты очень хотелось именно попробовать себя в качестве фокелоносца. И вот, получается, мечта сбывается. Эстафета огня «Зимние универсиады-2019» стартует уже 20 сентября в Международный день студенческого спорта. Её маршрут пройдёт по улицам и площадям 30 городов страны. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ростов-на-Дону, Ставрополь и другие. А уже 6 октября с факелом универсиады в Симферополе пройдёт и саровчанка Елена Севцова. Это всё, о чём мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютубе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук. Также вся актуальная информация на сайте sorov24.ru. В студии работала Мария Высыпай. Всего вам доброго и хороших вам новостей.